Моё отношение к антомическому театру я могу выразить одним словом, словом восхищения. Очень амбициозная и красивая идея оказалась реализована. Невозможно студентам научить на пальцах, на картинках. Обязательно нужно посмотреть, попробовать. Без знаний анатомии двигаться вперёд невозможно. При наличии МРТ, УЗИ и так далее, и так далее. На мой взгляд, это максимально академическая обстановка. Архитектурная красота просто захватила мой дух. Если честно, я не ожидал такого результата. Редактор субтитров А.Семкин Ежегодно в рамках развития экспорта образования и цели расширения международного сотрудничества с ректором университета Виктором Анатольевичем Лазаренко мы посетили разные иностранные медицинские университеты. И мы всегда просили показать нам их анатомические театры. Мы были в Великобритании, в Голландии, в Гонконге, тоже в Малайзии, в Шри-Лангии, в Султанат Омани. Также мы посетили международную анатомическую выставку «Бодиволт». Обобщая зарубежный опыт, мы взяли за основу лучшие идеи. И администрация КГМУ приняла решение создавать подобный проект на территории Курского государственного медицинского университета. Здание анатомического театра КГМУ выполнено в античном стиле. В 21 веке его удалось гармонично вписать в современный архитектурный облик. Театры возвели в рекордные сроки – всего за 10 месяцев. Это территория культурного наследия, потому что рядышком Арктирская церковь, наш фасад – тоже историческое наследие. Здесь взлетают самолеты, и, кажется, надо было согласовывать с аэропортом. И здесь земля сама пропитана еще и боевыми действиями, потому что в период в роте Котлованово мы нашли металлические остатки. Трудно было определить, но это военные какие-то устройства были. И нашли одну бутылку с царским гербом. Открытие анатомического театра на базе Медицинского университета – это уникальное событие в новейшей истории России, подчеркивает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Анатомические театры в системе подготовки медицинских кадров – успешная зарубежная практика. Здесь будущие врачи изучают анатомию человека, сравнивают реальное расположение, размеры и пропорции органов с рисунками в атласах и изображениями в учебниках. Театр – место обучения, воспитания, сострадания и уважения к смерти. Посещая европейские страны, я увидел, что они колоссально востребованы. И востребованы с низких позиций. Первое – это, конечно же, образование. Потому что те нативные препараты, которые сегодня находятся, и не только нативные, но и фантомные препараты, они повторяют анатомию человеческого тела. Второе – то, что я преследовал, думая о создании театра – это, конечно, воспитание. И те слова, которые написаны на обходе в театре, в нашем театре, о том, что здесь место, где мертвые учат живых – вот это тот момент воспитания. То есть трепетное отношение к человеку, врача, к больному – это важнейший сегмент выздоровления. В экспозиции театра собрано более 500 разнообразных анатомических препаратов – мумии, скелеты, эмбрионы, демонстрирующие различные отклонения развития. Здесь представлена полностью экспозиция – это эмбриология и уродство. Достаточно большое количество препаратов вы можете увидеть здесь. То есть это сиамские близнецы. Название ещё идёт из XIX века. Такие известные близнецы, как Чанг и Энг. И это первые известные близнецы, в которых начали называться сиамские. Университет собрал крупную коллекцию экспонатов. Большинство создали преподавателя кафедры анатомии человека, которая появилась в год открытия медицинского института в 1935 году. Тогда её возглавляла Людмила Шенгина. В сороковом профессор изготовила препарат, демонстрирующий особенности хода нервных сплетений брюшной полости. Это самый старый препарат нынешней коллекции. Его привезли из эвакуации из Алматы после войны. На протяжении последующих лет коллекция учебного заведения пополнялась усилиями преподавателей и студентов. Это было 30 лет тому назад, поэтому качество материалов, которые нам пришлось использовать, было очень интересным. Мы тогда впервые увидели коррозионные препараты, но материала для изготовления коррозионных препаратов у нас не было. Поэтому мы использовали обычный эпоксидный клей, на который подкрашивали пасты из шариковых лучек разного цвета. И вместе с двумя студентами изготовили препарат, на котором вы можете видеть сосуды и сердце. Ятевшиеся долгие годы на 60 квадратных метрах экспонаты анатомического музея сегодня переехали в просторное современное здание. Его площадь в шесть раз превышает прежнюю. Эта экспозиция посвящена опорно-двигательному аппарату. Здесь мы можем увидеть различные части человеческого тела, скелеты плода взрослого человека и различные части человеческого тела. Черепа, позвоночный столб и в центре мумия. Мумия была изготовлена в 1970 году, но сохранности качества препарата, по мнению ученых, до сих пор остаются на высоком уровне. Следующий раздел нашей экспозиции – это внутренние органы или сплантнология. Основная часть экспозиции – это влажные препараты различных систем – пищеварительный, дыхательный, выделительный и мочевой. Мочевой и половой систем. Чем интересен театр? Здесь собраны препараты, изготовлены различными методами, что позволяет посмотреть на органы, на систему с разных точек зрения. Основная масса препаратов изготовлена путем препарации и погружения во влажную среду. При этом в музее не ощутим даже малейший запах формалина. Есть коррозионные препараты, приготовленные с помощью специальных веществ. Первые исследователи анатомы использовали канифоль и воск. А современные морфологи в этих методах используют протокриловые массы. В протоковой системе органов нагнетается протокриловая масса, окрашенная, она застывает. И потом орган опускается в специальную сильную щелочь или кислоту, ткани убираются, и мы видим слепок внутренней структуры. Вот здесь мы видим с вами, это у нас легкая. Одна из самых современных технологий – полимерное бальзамирование. Это метод замещения воды и жиров в биологических тканях на синтетические материалы. Помещаются органы сначала под большим давлением в ацетон, который вытесняет воду, а потом специальные силиконы, которые под давлением нагнетаются в ткани. И получаем мы вот такие великолепные, замечательные препараты, которые позволяют нам видеть все строение человеческого тела. При этом они не требуют особых способов хранения. Помимо отдельных частей и систем тела, мы можем видеть полноразмерные человеческие тела и трупы, которые изготовлены с использованием этой технологии. В ходе визита в КГМУ посоль Шри-Ланки профессор Ламаванца отметил высокое качество нашей коллекции. Экспозиция музея насчитывает три полноразмерных трупа. Два изготовлены в лаборатории Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, один в Гонконге. Такие анатомические препараты, такие модели позволяют нам увидеть снаружи строение человеческого тела и внутри. Но для будущего доктора, хирурга, например, необходимо смотреть еще на внутренние взаимоотношения топографические. Поэтому в нашей экспозиции представлены вот такие модели. Это разновидность полимерного бальзамирования с использованием эпоксидной смолы. Эпоксидные пластины имеют толщину от 1 до 10 миллиметров, обладают жесткостью и твердостью. Исследовать их можно даже невооруженным глазом. Такие препараты называют пироговскими срезами по фамилии всемирно известного врача-хирурга. Они позволяют изучать сложные топографические взаимоотношения внутри всех областей тела, головы и конечностей, что особенно важно для будущего хирурга. В этом убедился выпускник Курского государственного института Владимир Зубарев, проработавший много лет за рубежом. В Гвинеи и Тунисе он занимался преподавательской и лечебной деятельностью. Далеко не все будут хирургами, но кто знает, судьба иногда такие, вы знаете, зигзаги делает, что мне никогда, даже во сне, как говорится, не могло присниться, что я смогу участвовать, скажем, в боевых фактических действиях. В Тунисе была так называемая оранжевая революция, и вот в течение буквально двух, примерно полутора месяцев мне пришлось работать с ранеными, с огнестрельными, с военными ранами. Я этого раньше никогда не мог... Ну вот такой вот, видите, был зигзаг в моей жизни. Поэтому наши будущие доктора, никто из них еще не знает, где и как им придется проявлять свою профессиональную, профессиональные способности, свою деятельность профессиональную. Научно доказано, что ни количество извилин, ни вес головного мозга, ни его объем не влияют на интеллектуальную деятельность человека. Это значит, что крылатое выражение «учиться, учиться и еще раз учиться» действительно работает. Кстати, у автора этой фразы, Владимира Ильича Ленина, мозг весил 1340 граммов, что ниже нормы на 60 граммов. Отставал этот показатель даже у гения мировой науки Альберта Эйнштейна. Вес его мозга составлял всего 1230 граммов, при норме – 1400. А писатель Иван Тургенев, напротив, вошел в историю как обладатель тяжелого веса – 2 килограмма 12 граммов. Нынешним студентам медицинского вуза в буквальном смысле приходится много шевелить извилинами. Объем изучаемого материала просто колоссален. К второму занятию студент должен выучить 70 терминов латинских. Знать должен на русском и на латинском языке. Материал не просто нужно вызубрить, выучить и потом рассказать как стишок. Это одна половина. Вторая половина – продемонстрировать. Это наглядность. Продемонстрировать на конкретном препарате. Без этого оценку положительную не получишь. Как на этом примере, перед вами грудной позвонок тела человека, значит, он и грудной позвонок вертебра, и мы имеем тело, поперечные отростки 2, остистый отросток, отверстие. Это на русском и на латинском. Анатомия – одна из самых сложных дисциплин в медицинском вузе. Еще Аристотель говорил о том, что талантливые врачи придают исключительную важность точному знанию анатомии человека. Бытует такое мнение о том, что три царицы клинической медицины – это акушерство, гинекология, хирургия и внутренняя болезнь. Но я считаю личное отношение к этому, что это три царицы, они находятся на анатомии. Анатомия человека – это та база, тот фундамент, тот объем знаний, который потом, без которого медицина не может существовать. Никакой раздел не может существовать, полноценно функционировать профессионал, если не знает анатомии. Как мы изучаем анатомию? Анатомируем, то есть тело делим на системы органов, на органы, органы тканей и так далее. Но в конечном итоге, к концу третьего семестра, это самый большой курс, кстати, в медицинском вузе по анатомии человека, у сдающего экзамен по анатомии должно сложиться впечатление, что это единое целое. Он должен соединиться, это единое целое. Мы лечим не болезнь, не голову, живот и так далее, а мы лечим человека, как единого целого. Без анатомистских знаний это никак не сможет быть. Я уже заканчиваю курс анатомии, то есть это изучение различных органов, тканей, топографического расположения, мышц и нервов. И сейчас получать дополнительное образование в данном анатомическом театре КГМУ. Курский государственный медицинский университет – старейший в регионе. Более 80 лет он в числе лидеров среди высших учебных заведений системы здравоохранения. Вуз постоянно развивается, совершенствуется и его материально-техническая база. Открываются новые лаборатории, и анатомический театр – одна из них. Сегодня без, скажем, ложной скромности можно сказать, что мы вошли в эту плеяду медицинских университетов России, обладающих достойными анатомическими коллекциями. Мы очень благодарны нашему ректору и администрации университета в целом, когда вот эта очень амбициозная и красивая идея оказалась реализована. Инновации в учебном процессе напрямую влияют на рост интереса к университету. Сегодня в КГМУ учатся свыше 19 тысяч студентов, почти по 80 образовательным программам. Почему именно медицинский наш Курский государственный медицинский университет? Потому что этот вуз считается одним из лучших вузов страны, и я глубоко рад, что могу обучаться именно в нем. Сегодня КГМУ оснащен новейшим учебным оборудованием. Гордость университета, симуляционный центр, уникальная площадка для работы с фантомами, полностью имитирующими человеческое тело. Но роботы, пусть и технически совершенные, не заменят реальные препараты, с которыми важно научиться работать студентам первых курсов. И для того, чтобы познать такой предмет, как в том числе анатомия, нужно включить все виды памяти, слух, зрение, обоняние, тактильная чувствительность кожи, это мышечно-суставное чувство, есть такой у нас орган чувствительный. То есть все это должно включаться вместе. Одного зрительного восприятия картинки недостаточно. Поэтому важно иметь возможность не только повращать какой-то орган в трехмерном пространстве, очень важно получить о нем дополнительную информацию. То есть с помощью своих пальчиков, с помощью рецепторов кожи почувствовать сопротивление тканей, их температуру, состояние поверхности, упругость, плотность, равномерность или неравномерность всех этих характеристик, поскольку это позволит в последующем в профессии понимать, что изменилось в этом органе. Анатомический театр Курского государственного медицинского университета — не просто музей уникальных экспонатов, одна из главных площадок для практической и научной деятельности студентов и преподавателей. Мы создали здесь аудиторию для чтения лекций и учебные залы для занятий. Здесь занимаются кроме анатомов и морфологи, гистологи, судебная медицина, патологическая анатомия, патологическая физиология. То есть весь блок дисциплин морфоанатомических, без которых познание человека невозможно. Лекционная аудитория рассчитана на 150 мест. В центре находится анатомический стол, на котором можно расположить органы или целое тело. На потолке закреплена видеокамера. Она транслирует происходящее на большой экран. Изображение можно многократно увеличить, при этом его качество останется на высоком уровне. Современные технологии позволяют рассмотреть самые мелкие детали даже тем, кто сидит на последнем ряду. Такие занятия в 21 веке напоминают публичные вскрытия, популярные сотни лет назад. Интерес к строению собственного тела люди проявляли всегда. Первые анатомические театры появились в Европе в 15-16 веках. Граница между театром анатомическим и драматическим была куда более зыбкой, чем сейчас. И то, и другое было зрелищем, живо обсуждавшимся в обществе и светской хронике. В церемонии в театрах сопровождала музыка. В зале распыляли духи, большие свечи освещали презекторский стол и прелекторов парадной одежды. Первое знакомство русских с анатомическим театром состоялось во время Великого посольства Петра I. Он брал руки у известного анадома Фредерика Рюйша, коллекцию которого выкупил и перевез в Петербург. И уже в XIX столетии посещение анатомического театра входило в джентльменский набор каждого россиянина, считавшего себя прогрессивным человеком. Историческое становление анатомии в частности и медицины в целом можно увидеть на полотнах зарубежных художников. В анатомическом театре КГМУ собрана одна из самых больших коллекций репродукций среди всех медицинских вузов России. Я считаю, что мы выглядим на международном уровне. Наш театр как и дизайна, и как экспонаты не остаёт от других анатомических театров, которые мы посетили. Всемирно известная работа Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» написана в 1632 году. Наш современник увидят на картине скорее игру сознания или фантазию художника. Между тем, в XVII веке подобные групповые портреты говорили о принадлежности людей к медицинской корпорации, а не о причудах автора. Разглядывание тела входило в перечень модных развлечений. Одной из главнейших задач воспитания нынешнего поколения молодёжи — это воспитание культуры. Будущие врачи — это будущие интеллигенты. Атрибутом интеллигента должен быть высокий уровень культуры. Поэтому вот эта эстетика и картины, и манера исполнения, и всё-всё-всё-всё, они всячески этому способствуют. В музее представлена экспозиция уникальных в своём роде атласов и учебников. Их составители — великие анатомы. Издания, видевшие свет в 30-40-х годах прошлого столетия, иллюстрированы оригинальными авторскими рисунками, а информация до сих пор актуальна. Рядом с редкими изданиями — микроскопы и микротомы, механические модели, на смену которым в науку пришли высокоточные девайсы. С чего всё начиналось, помнит большинство нынешних морфологов. В своё время они активно использовали приборы для написания диссертационных исследований. Каждая зона театра продумана до мелочей. Здесь нет пустого пространства. Даже холл лишь кажется таковым. Выключается свет, и посетитель уже в лектории. На большом экране, будто парящем в воздухе, транслируются ознакомительные фильмы или обучающие ролики. Фасад анатомического театра КГМУ венчает Витрувианский человек. Его автор — Леонердо да Винчи. В конце XV века он ввёл термин «золотое сечение», которое сегодня мы находим в архитектуре и скульптуре, в расположении предметов и фигур, в сочетании красок в живописи, в чередовании рифм в поэзии, в последовательности музыкальных звуков. Однако самым совершенным и гармоничным творением природы был и остаётся человек. Не это ли должен помнить каждый врач? И где, как ни в анатомическом театре, где есть место и уродству, и красоте, стоит задуматься над этим? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!